Весь процесс аттестации можно разбить на три тесно взаимосвязанных фазы, а именно фаза до работы непосредственно руководителя аттестуемого, работа самого руководителя и, наконец, фаза после работы непосредственно руководителя аттестуемого. Итак, фаза первая. До работы непосредственно руководителя. На этой фазе аттестационного процесса основную работу проводит служба персонала компании. При этом служба персонала разрабатывает принципы и методики проведения аттестации, издает нормативные документы и готовит материалы, способствующие проведению аттестации, проводит специализированное обучение руководителей и персонала компании. Кстати, при подготовке к крупномасштабной аттестации персонала в одном из крупнейших российских банков, которые мне довелось организовать, провели серьезные тренинги для топ-менеджеров и руководителей подразделений, ставившие своей целью научение руководителей техники проведения аттестационных интервью, правилам и методике проведения аттестации. Далее, фаза вторая. Работа непосредственного руководителя. Она включает в себя знакомство с пакетом документов, необходимых для проведения аттестации и оформления ее результатов, участие в инструктивно-методических встречах с представителями службы персонала, участие в обучающих программах поддержки аттестации, например, в видеотренингах, как использовать аттестационные встречи для улучшения отношений с подчиненными и укрепления имиджа хорошего руководителя. Подготовка совместно с сотрудниками службы персонала, графика аттестационных встреч с подчиненными сотрудниками. Подготовка подчиненных сотрудников к аттестационным встречам, в частности для управления их ожиданиями. Это информирование, сбор мнений, рассылка приглашений, информационных материалов по аттестации, плану личной карьеры, проведение общего собрания в подразделениях и так далее. Предварительное заполнение листа аттестационной беседы, знакомство своего непосредственного руководителя с результатами заполнения в листе аттестационной беседы раздела оценка деятельности аттестуемого за прошедший период, аттестационная встреча с сотрудником. Здесь возможна практическая и методическая помощь в проведении аттестационных бесед и участие в их проведении сотрудников службы персонала, кстати. Окончательное заполнение листа аттестационной беседы, заполнение графы выводы по результатам аттестационной беседы, ознакомление подчиненного с материалами аттестационного листа, принятие его замечаний и предложений. И, наконец, фаза третья. После работы непосредственного руководителя. Она включает в себя составление по итогам аттестационных бесед служебной записки, которая представляется в службу персонала. Проведение общего собрания с сотрудниками по итогам аттестации. Анализ информации, полученной в ходе аттестации и занесения ее в досье сотрудника. Разработка программ обучения, карьерного роста и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова